я хотел бы вместе с вами прочитать еще один текст и поразмыслить о днем это из того же послания колоссиным апостол павел показал славного христа то что у нас есть в нем после этого приходит практическим сферам жизни он говорит о жене о муже и после этого он переходит сферу родителей детей и родителей вот об этом будет наша последняя сессия сегодня колоссиным 3 глава давайте посмотрим на 20 и 21 стихи мы до этого смотрели пробежали кратко 18 19 давайте посмотрим сейчас 20 и 21 стихи и так колоссиным 3 глава 20 стих мы читаем так дети будьте послушны родителям вашим во всем ибо это благоугодно господу отцы не раздражайте детей ваших дабы они не унывали вообще одной из самых сложных сфер человеческих взаимоотношений является сфера взаимоотношений между поколениями поколения детей поколение детей не понимает поколения отцов поколение отцов не понимает поколение детей одно поколение идет вперед и считает другое поколение отсталым тоже поколение старшее поколение считает поведение молодого поколения крайне неуважительным. Мы для них все сделали, мы научили, мы все им дали, а они так с нами. И, к сожалению, это правда. Смотришь, ну, новое поколение часто старых называют, старое поколение предки. Я не знаю, какие слова. Мои предки сказали. И ты видишь, что часто предки, это не только такое жаргонное слово, а они так и воспринимают. Действительно, технологии уходят. Уходят очень быстро вперед. И новое поколение успевает быстрее за ними. Я как-то с мамой своей, помню, поговорил. Она мне задала вопрос какой-то. Ну, какие-то там данные, говорит. Вот где бы мне узнать? Я говорю, ну, так это же элементарно. Беру телефон, гугл там и просто говорю там то-то, 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 то-то. Хоп! И он же мне сразу отвечает. Вот, 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 вот. Она на меня смотрит такими глазами. Вау! Это же, это невероятно. А как, а как ты это сделал? Ну, я говорю, это же элементарная вещь. Элементарная вещь. С другой стороны, смотрю на действия своих. Они же пошли дальше. Они намного, вот смотрю, как домашние задания дети мои делали интересные. Они учились, вот, сын в университете учились, дочка high school, вот, закончила, вот, и старшие мои дети. И вот, вот эта вся, прошу прощения, эта глупость вся эта с коронавирусом связанная была. У вас тут тоже там, я эхо до сих пор ее вижу. Смотрю, тут некоторые в машине там сами ездят с масками. Я, это хуже безумия не знаю, представить. Мне не сложно, как бы, да. Но, тем не менее. Вот тогда тоже было. Позакрывали все, да. И все были в Zoom, да. В Zoom, в эти преподавания. И вот интересно. Я смотрю, как они делают. Пишут они, значит, какую-то контрольную работу. Значит, учительница какие-то вещи говорит им в Zoom, и они должны писать. Я смотрю, интересно. У них, значит, в компьютере, вот здесь у них есть Zoom, там, где они с учителем, а вот здесь Zoom без учителя. И вот здесь еще одна. И они пишут там все вместе сразу. О, я знаю на первый ответ. Я знаю на второй ответ. Я знаю на третий ответ. Я знаю на четвертый ответ. Понимаете? А учительница тут, как для мебели, там, знаете, как бы она там все тогда. И они все ответили, все правильно, все на пять. Учительница, думаю, вау, как у них все получается. Или прихожу к дочке своей, смотрю, она вечером разговаривает с кем-то. Сама в комнате сидит, разговаривает, разговаривает. Я пошел, говорю, слушай, с кем ты разговариваешь? Она говорит, мы домашнее задание сделаем с пятью девчонками сразу вместе. Они себе Zoom конференцию сделали, сидят, разговаривают, раз, раз, все быстро заполнили. И, вау, думаю, ничего себе. Технологии развиваются. И это нормально. Они смекнули и зарабатывают хорошие оценки себе таким образом. Старое поколение такого бы не додумалось. Знаете, как у нас там шпаргалочку там где-то написал или на руке написал, это был верх искусства. Но, тем не менее, это есть. Это есть. И, к сожалению, это даже не сближает поколение, а разделяет связь между ними. Каждый человек еще ищет независимость, и он не хочет подчиняться авторитетам. Я смотрю, что сегодня мир превращается в поле боя, где каждый строит свою модель мира. И это особенно проявляется в отношениях отцов и детей. Мы видим ссоры, они начинаются с мелочей, от того, что надень теплую кофту и заканчивается тем, что у людей, у отцов и детей совершенно разные взгляды на устройство семьи и общества. И Священное Писание нам говорит, что чем ближе к концу, тем больше будет бунтарства детей. Эта проблема будет еще больше усугубляться. Мы читаем 2 Тимофея 3.1.2. «Знаешь же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, стребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны. Настанут времена тяжкие». То есть в нашей церкви было несколько учителей, которые в школе, в университетах преподавали, в академиях преподавали разных. И вот я говорю с ними, они мне говорят, слушай, раньше нам с каждым годом ощущалось, что тяжелее и тяжелее. Они говорят, мы сейчас ощущаем каждую неделю, что становится все сложнее и сложнее и сложнее с детьми. У них свои модели, они все по-своему, у них все по-другому. Их все сложнее и сложнее вообще чему-то научить. И Священное Писание говорит, что такое будет. И это происходит, конечно, из-за неверного поведения и детей, и родителей. Как помочь в этой ситуации? Как решить ее? Что делать? Психологи говорят одно. У психологии есть целая наука, конфликтология. Они там рассказывают, как все это можно разрешить. Но мы не пойдем сегодня к с вами психологам. Мы пойдем с вами к Божьему Слову и посмотрим на те мудрейшие советы, повеления, которые дает нам Священное Писание для нас, родителей. Мы прочитали вот эти тексты сегодня, только что с 3 главы, 20 и 21 стих. 20 стих относится к детям, 21 стих относится к родителям, к отцам. Когда я проповедовал в церкви, я проповедовал и одним, и вторым. Для детей здесь тоже есть много чего сказать. Будьте послушны родителям во всем. Это благодно Господу опять. Прежде всего ради Бога. Бог ставит такой порядок. Но поскольку здесь в основном собраны родители, и нам интересно больше подумать. Вот с нашей стороны мы сегодня с вами обратим внимание на 21 стих. И побудем в этом 21 стихе. Итак, Павел, показав, что сделал Христос, показал, кем Он нас сделал, что мы имеем в Нем, теперь идет дальше, показывает, как это должно отобразиться в отношениях мужа и жены. Мы уже говорили. И теперь, как это должно отобразиться в отношениях родителей и детей. Давайте еще раз посмотрим с вами на этот стих. «Отцы, не раздражайте детей ваших». Это 21 стих. «Дабы они не унывали». Я хотел бы сегодня вместе с вами посмотреть на две мысли. Мы посмотрим на ответственность родителей и на опасности, подстерегающие родителей в воспитании детей. Итак, давайте мы начнем с первого. «Ответственность родителей». Еще раз. «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». Есть еще один текст, который очень похож на этот текст. Это в послании Ефесянам. Апостол Павел в 6 главе, 4 стихом пишет, он чуть-чуть больше расширяет здесь. Смотрите, он говорит. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших». Видите, здесь та же самая мысль, как и в послании к Колоссинам, но он добавляет еще важный момент. «Но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Эти два послания писались вместе из тюрьмы, и они были посланы вместе, эти два послания. Поэтому мы видим, здесь очень похожие мысли излагаются. Давайте мы прежде посмотрим на учение и наставление Господне. Это очень важный момент. Но прежде начнем вот с чего. Там сказано «отцы», «вы отцы». Значит ли это, что воспитанием должны заниматься одни отцы? Кто должен заниматься воспитанием детей? Отцы или матери? Совершенно верно. Вот это слово «отцы», его следовало бы перевести как «родители». Знаете, вот в Священном Писании, в разных смыслах это слово употребляется, как «родители». Вот, к примеру, Евреям 11, 23. «Вера в Моисей по рождении три месяца скрываем было родителями своими». Это то же самое слово там стоит, что и здесь «родителями своими». Родителями своими. Итак, Бог поставил отца и мать, чтобы через нас осуществить свою волю, чтобы мы воспитали детей в учении, наставлении Господне. Вот, Бытие 18, 9, очень важный текст. «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господь». Очень важные слова. Это наша ответственность. Бог избрал нас. У нас есть много разных ответственностей. Но если Бог дал нам детей, вот наша ответственность – передать следующему поколению. И вот самое главное, что нам нужно передать – ни дом, ни счет в банке, ни наследство. Они могут это все за неделю потом просто прожить, то, что вы им зарабатывали десятилетиями. Вот самое важное, что нам нужно передать – ходить путями к Господню. Или вот этот текст известнейший. Второзаконие 6, 4. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые заповедуете сегодня в сердце твоем и в душе твоей. И внушай их детям твоим. И говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая». Это очень сильное слово «внушай». Оно использовалось при описании того, когда воины оттачивали свои стрелы, когда они затачивали перед боем свои копии, чтобы они были острые, чтобы они полетели вперед. Внушай детям своим. Мы сейчас поговорим о том, что нужно внушать. Ну, в общем, просто хочу еще раз нам, родителям, напомнить это. Это, друзья, это наша ответственность. У нас очень много дел. И одна из вещей, которую я особо заметил за три месяца, я вижу, что здесь, в Америке, темп жизни намного быстрее, чем там. Успевают люди, пытаются быстрее, раньше встают, поздно ложатся. Одна работа, вторая работа, бегут, бегут, бегут. Надо и то, и все. Хочется жить, как другие люди. Хочется жить, чтобы там Орвишка была, у меня съездить, жить на Лей, куда-то надо. И хочется съездить и в Мексику, и туда. Это же надо денежки. И надо то заплатить, и то заплатить. И я вижу, что здесь просто крутится с утра до вечера. И, к сожалению, дети там где-то в сторонке. Не мешай. Я занят. Не мешай, я занят. А когда он начинает ныть, чтобы привлечь внимание наше, как правило, они ноют в основном, потому что внимания нашего хотят. Ему суют в руки телефон с мультиком или с фильмом. Смотри. И он сидит, и вот это все, все, все входит в его разум. Хотя ему нужен мама и папа. Нам нужно уделять внимание детям. Нам нужно воспитать их в учении наставлений Господня. Это очень важно. Знаете, я вижу сегодня многих родителей, которые кусают локти себе, кусали бы, а не достанут. Потому что в свое время зарабатывал на все остальное, чтобы все обеспечить. И так и не вложил. И потом он смотрит, как живет его сын, как живет его дочь. Это сплошное огорчение на всю старость. А мне надо то и то. А надо ли действительно? Знаете, на самом деле нам не так много и надо в жизни вообще. Я вот, ну, может, это не очень хороший пример. Четыре месяца я прожил с одним чемоданом. Оказывается, знаете, можно жить. И классно можно жить, и полноценно можно жить. Когда твое сердце занято тем, что нужно. На самом деле нам не так много и нужно. Но вот то, что нам нужно, научить детей своих. Передать роду грядущему. Когда мы говорим о том, чтобы научить, наставить учению и наставлению Господнюю, конечно же, речь идет о том, чтобы передать им много разных истин. Но говоря сегодня о том, чему нужно научить детей, я хотел бы заострить несколько тем, на мой взгляд, самых важных сегодня, которых нам нужно научить детей. Первое. Нам нужно учить своих детей бояться Бога. Нам нужно учить своих детей бояться Бога. Мы живем в такое время, когда идет разрушение всех абсолютов. Это время называют временем постмодернизма. Вы понимаете, я не хочу умничать, но я это говорю только потому, что это очень важно. Смотрите. Было время, когда церковь определяла, что является истиной. Все легко знали. Пойди в церковь и там тебе скажут. Сотни лет такое было. Потом пришла эпоха вот этого просвещения, начала все развиваться, культура, наука. И пришел момент, когда что есть истина, стало определять уже не церковь, а наука. Если наукой это докажешь, значит, есть это истина. А церковь это старые дремучие предрассудки. Эта эпоха модернизма пришла. Все новое, модерное, все развивается. И люди думают, вот наука все докажет. Зачем нам Бог, если у нас наука есть? Так говорили люди. Но шло дальше время. И вот интересно, начали наблюдать вот, что происходит. Ведь что такое наука? Наука это что же? Развивающееся понятие. То, что, кстати, многие законы физики, которые нам преподавали в школе, когда мы учились, сегодня уже опровергнуты. Оно развивается, оно уточняется. Оказывается, это не вот так, а это вот так, а вот это вот так. Или вот астрономия. Нас учили там, Плутон или прочее, что это там большая планета. А потом оказывается, сегодня новые исследования, оказывается, это уже не планета. Хотя нас научили этим моментом, понимаете? Это все очень развивающиеся вещи. И вот какой-то умный дядька по физике защитил диссертацию, получил гонорары там и говорит, вот наука доказала. А потом приходит другой раз, и все новое. И все эти диссертации на мусорку. Наука – это развивающееся понятие. И со временем люди начали понимать, подожди, так наука не может быть последним словом, потому что она что сама, меняется со временем. А если новые открывающиеся знания покажут, что это неверно, а мы этому, а мы учимся этому, и говорим, что это истина. И тогда приходит новый этап, новый виток. Это была эпоха модернизма, потом приходит эпоха постмодернизма, послемодернизма, когда они говорят, слушай, ну если вот так, тогда получается вообще абсолютной истины никакой нет. Где гарантия того, что вот то, что я называю сегодня истиной, завтра не опровергнут? Значит, абсолютной истины вообще нет. И следующий виток, люди говорят, это значит у каждого своя истина. Главное, чтобы ты был счастливый. Слышали такое? Живи как хочешь, только не напрягай другого человека. Кстати, раньше ты говоришь, там, в моей культуре было так, ты куда? Я иду в церковь. О, а сейчас тебе наоборот. Я рад, что ты счастлив, входя в церковь. А я счастлив, входя туда. Понимаете? Я рад, что ты нашел для себя эту истину, но для меня это не истина, для меня истина вот эта. И мы живем тогда в мире, когда разрушены все абсолюты. Понимаете? Абсолютов нет. Говорят, объективно истины не существует. Подвергается сомнениям абсолютно все. И это аргументируется несовершенством человеческого знания. Интересно? И поэтому каждый себе Богом становится. А я хочу так. Что ты меня напрягаешь в своей церкви? А что ты так? Тебе нравится девочка, а мне нравится мальчик. Отсюда же все идет, понимаете? Вот вся эта грязь, вся эта муть. А тебе нравится так, а для меня? А что это должно быть в семье мама и папа? А мне нравится, чтобы было два папы. Мы живем в это время, когда это все смывается, когда все становится относительным. Все понятия становятся относительными. Так вот, в это время, на мой взгляд, одна из самых важных вещей, в это время, когда все размывается, научи детей следующему. Есть Бог, и Он самый главный. То, что истинно говорит Бог. Есть много разных мнений. Есть много разных людей. Сегодня скажет тебе одно, тот скажет второе, третий скажет тебе следое. Сынок мой, дочечка моя, есть Бог, Он главный. Он тебя сотворил. Слушай то, что говорит тебе Господь. Вот что нам нужно вложить детей своих, понимаете? Придет момент, когда нас не будет. Но если они будут понимать, есть Бог, Он главный, Он сказал. Кстати, родительское наставление имеет большую силу. Помните? Настав юношу при начале пути твоей, и он не уклонится от него, когда и состарится. Есть Бог, Он самый главный. Учите бояться Бога. Притча 9.10. Начало мудрости, страх Господен и познание святого разума. Есть святой, есть Господь. Он является самым главным. Братья мои и сестры, и этому научить наших детей, это важнее, чем научить их играть на пианино. Это важнее, чем научить их петь. Я вижу многих родителей, которые для детей все делают. Он и на бассейн ходит, и на спорт ходит, и на музыку, и математикой занимается, и на театр ходит, и на балет занимается. И куда уже бедный ребенок, уже во всех сторонах развитый, всесторонне, двухэтажно. Не знаю, как это назвать. И наблюдается такая картина. Вырастают красивыми, физическими, здоровыми, но духовно изуродованными, покалеченными. Он многое умеет делать, но у него нет царя в голове. Есть такая фраза, без царя в голове. Вот это самое страшное. Он может многие вещи делать, но у него царя в голове нет. И потом начинается беда. Знаете, ад будет населет огромным количеством талантливых, развитых детей, людей. Огромным количеством. Они не поняли самого главного. Итак, наставляя детей, первое, учите их бояться Бога. Нам очень важно в нашем периоде, знаете, у каждого поколения есть свои битвы. У каждого поколения есть свои битвы. Многие, и вы знаете, некоторые церкви сегодня, которые живут битвами прошлого поколения, своих отцов. Ты придешь к ним, они только про своих отцов рассказывают. А вот мы, а вот тогда, а вот там нужно было. И молодые приходят, думают, ребята, ну хорош вам уже как бы, уже десятилетия прошли, сколько можно жевать. Нам жизнь вот сейчас. И многие пропускают. У нас есть своя битва, у нашего поколения другая битва, у следующего поколения новая битва. И нам нужно понимать, они будут жить в этом обществе, где все размыто, и все будет размываться. И нам нужно забить им в разуме. Есть Бог, Он главный, Его слушает. Все люди, это трава Бога, слушай одного. Трава, которая засыхает. Второе. Нужно учить уважать авторитеты. Знаете, если нет абсолютов, то те, кто авторитетно что-то заявляют, просто самозванцы. Кто-то пытается установить над вами власть, вот так они говорят. Понимаете, вот в эпохе постмодернизма самое нетерпимое, что есть, это убежденность. Когда кто-то убежденно говорит для всех. А самая большая добродетель, которая есть, это терпимость. Надо всех терпеть. У него такое, у него такое, все здорово, он такой. Давайте праздновать наше разнообразие. Так это называется сегодня. Понимаете? Глупости все эти человеческие. Давайте будем праздновать. И вот в этой атмосфере, если кто-то выходит и говорит, вот так правильно, ему говорят, слышишь, а что ты над нами превозносишься? Что это ты возомнил себя? И поэтому в культуре постмодернизма разрушают все авторитеты. Для того, чтобы люди хотят сами быть авторитетами. У них авторитетов нет вообще. Каждый имеет право жить как хочет, и никто ему не должен мешать. В этом смысле. Посмотрите, как все это культивируется. И для этой культуры нужно разрушить все авторитеты. Везде. В государстве, на работе, в семье, в церкви. Все нужно убрать. Посмотрите на современные фильмы. Ну, вернее, не смотрите их, да. Ну ладно, в общем-то. Посмотрите, что там происходит. Президенты рисуются, извиняюсь, дурачками какими-то просто, против которых грех не воевать. Родители – это какие-то отсталые, старые, вообще-то непонятно, кто они такие, ни которых не надо слушать. Пасторы церквей рисуются, как люди, только которые ради денег все и делают, одурачивают людей. Понимаете? Современные средства, они идут для того, чтобы уничтожить все авторитеты. Чтобы не было, оклеветать, чтобы не было никаких авторитетов. Хотя мир только существует потому, что еще есть авторитеты. Как только авторитеты уничтожает, начинается полный хаос. Люди просто съедят друг друга. Они этого не понимают. Вот знаете, у нас там на Украине есть такие моменты, когда одна власть убежала, а вторая еще не зашла на территорию. Знаете, что там происходит в это время? Когда безвластие, мародерство. Каждый творит все, что хочет. У кого есть автомат, то ты прав. Понимаете? Он придет, заберет все, что хочет. Нет авторитетов, никого не боятся. Это страшно. И вот, как только люди перестают бояться Бога, начальство, отца, пастора, начинается полнейший хаос. научите своих детей уважать авторитеты. Вот это есть Бог. И вот этот Бог поставил этого человека, чтобы ты слушал. У ребенка еще нет мозгов выбирать, что хорошо, что плохо. Понимаете? Поэтому он дал ему родителей, чтобы они сказали, что ему нужно делать. Бог дал ему. Сынок, в стране есть свое. Нам нужно учиться уважать полицию. Там есть минусы свои. Знаете, как у нас? Моете там, менты поехали. Да они там все негодяи. О, смотри, стоят там опять, пасут там они. И потом человек вырастает, ребенок вырастает, для него все милиции, это негодяи, которые хотят деньги у тебя отобрать там как-то и тому подобное. Нам нужно это понимать. Ну, если мы это приучим, если такая будет культура, это страшные последствия. Или церковь. Знаете, есть много семей, которые уничтожают авторитет пастора у себя дома на кухонном, за кухонным столом. Да, что там эти брали? Да, что там советы-то? Да, что этот пастор пришел там говорить все это? А потом, когда прикипит, когда их сынок начинает чудить, пастор, помоги. А ты сам уничтожил его авторитет за своим столом дома. Да, кто он такой? Вот этого самозванца, которого вы там в грязи поливали, теперь слушать. А потом, когда надо, когда уже он беспредел начинает творить, его надо как-то ограничить, а уже не ограничишь ты. У него нет авторитета в голове. Он уже никого не слушает. Это страшная вещь. Это страшная вещь. Второе, чему нужно учить, учить и уважать авторитеты. Никогда не говорите плохо об авторитетах. Даже когда мы говорим о церкви, уважайте пастора, уважайте братья. Кстати, это повеление Священного Писания. Писание нам повелевает это дело. Мне это проще говорить. Я знаю, думаю, вашему пастору сложнее это говорить, но я это обязательно должен сказать. Понимаете, приезжая в другую церковь, это Божья, такая же Божья заповедь, как и все остальные. Почитайте наставников ваши, любите их, слушайте их. А мы, кто они такие? А потом приходит время, и жизнь разрушена, и детские дети, жизнь рушится. А почему, что дети в нашей церкви не идут? Да мы сами уничтожили все. А потом сидим, плачем, локти кусаем. А мы же сами виновны во всем этом. Итак, учите бояться Бога. Учите уважать авторитеты. Без этого нет будущего поколения. Третье. учите контролировать свои желания. Учите контролировать свои желания. Главная идея современного общества – живи для удовлетворения твоих желаний. Делай, что тебе хочется. Знаете, как? Позволь твоей личности раскрыться. Ох, как звучит красиво, да? У него там как будто бы такая красивая, глубокая личность, там такое сидит у него внутри. Вот позволит ему раскрыться. Пусть мир все это увидит, да. А Писание говорит, что там личность сидит внутри. Знаете, да? Тьма полная, грех и развращение. Дай ему… Слава Богу, что младенца рождается маленьким, и у них сил нету. Дай младенцу человеческую силу, убийцей будет просто. Понимаете? Бог так сделал, что пока он подрастет, он немножко научится контролировать себя. Потому что если не будет контролировать себя… Вы видели иногда, вот бывает, он большой человек, а ума у него нет. Я вырос в одной церкви, где мама приводила с собой сыночка такого, и у него иногда как клинанет что-то, и он встает на собрание, и давай всех разбрасывай, там диагонали, и талии. Понимаете? Это все. У него есть сила, но ума нет. И потом не знали, что делать с этим. Мои братья приходили, вязали, в общем, страшные вещи происходят. Вот иногда такие вещи происходят. Там грех царствует. И вот нам нужно учить своих детей контролировать свои желания. Если ребенок не научится контролировать свои желания, он не научится удовлетворяться тем, что у него есть. Знаете? Не существует предела в желаниях, в желании удовольствия. Это бочка без дна. Тебе будет хотеться больше, 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 и это никогда не прекратится. Я смотрю сегодня на детей, да, вот это есть люди. Вот мы когда игрались раньше, вспоминая, мы выйдем с пацанами на улицу, мяч возьмем, знаете ли, войнушки поиграли, покатались на чем-то, палки взяли, пойти камни побросали, для нас это было вау, классно там, это такой адреналин был, знаете, там, или там яблоко полезешь, к соседу своруешь где-то, о, это вообще там, героизм такой был, адреналина, полные штаны, прошу прощения, это все. А сегодня смотришь на детей, слушайте, они получают такие дозы возбуждения, это просто жуть. Посмотрите эти игры, эти мультики, посмотрите вот это все, что происходит, потом начинается эта виртуальная реальность, они получают через все это просто невероятные дозы адреналина. Понятно, что ты потом говоришь, пошли на улицу погуляем, папа, какой гулять, да это вот этот отстой какой-то, как они говорят, что это такое вообще? Он там, он во всех этих вещах, у него там доза адреналина, и он хочет больше, он хочет больше, он хочет больше. Понимаете? А для того, чтобы удовлетворять тебя, тебе же надо большие дозы адреналина. А потом начинаются наркотики, а потом большие наркотики, а потом начинается секс, а потом этого мало, а потом начинается в извращенной форме все это, и все это заходит до страшнейших форм. Потому что ему с детства давали все, что он хотел, а ему надо больше, больше, больше. Он не умеет себе отказать, он не может сказать нет. Это вырастает просто похотливое туловище, не умеющее ограничивать себя. И мы вначале думаем, ой, как хорошо, мой сыночек, ой, это он то хочет, ой, какой же он умненький, и то и все. И мы же ему подсовываем, подсовываем, еще подхвалим его, а он рад стараться, личность сейчас свою раскрываем. Понимаете? А потом приходит время, и он так начинает раскрывать свои личности, что мы потом сидим и думаем, где он взялся вообще, в кого он пошел. А мы сами таких воспитали. Поэтому в наше время, друзья, очень важно с самого детства учить их отказываться, ограничивать своим желанием. Стоп, этого достаточно. И если ты не будешь учить его сот таких этому, придет время, он на голову тебе сядет, на шею сядет, и ногами болтать будет. И ты жизни не будешь рад потом. И другие люди жизни не будут рады. А потом они женятся, и семьи свои родуют потом. И его смотришь, что происходит. И страх, он не умеет отказывать себе. Это очень важный момент. Бояться Бога. Уважать авторитеты. И уметь сказать себе нет. Я, будучи пацаном, ходил в церковь. Бог дал мне хорошего духовного наставника. И он мне одну вещь говорил. Андрей, тебе нужно делать не то, что тебе хочется, а то, что нужно. Тебе нужно делать не то, что тебе хочется, а то, что нужно. Будешь идти за желанием, будет беда всегда. Делай то, что нужно. И вот когда по мере взросления ты можешь это делать, тогда ты можешь направлять свои силы в толковые вещи. То, что является благом. Если же ты не умеешь, не умеешь, это просто разрушит всю жизнь. И последнее, четвертое здесь, на что хочу обратить внимание, на мой взгляд, что самое важное в нашем поколении. Еще одно четвертое. Возвещайте им Евангелие всегда. Бойся Бога. Уважай авторитеты. Умей отказывать себе. И самое важное. Возвещайте им Евангелие. Всегда ведите детей ко Христу. Друзья, учить морали правильно, но мораль без Христа бессильна. Ты ему говоришь, вот так нужно, вот так нужно, а он... Он не может. Потому что наши дети духовно мертвые. Понимаете? Ты можешь их научить, люби папу, люби маму, люби ближнего, жертвуй на миссию, или там то все остальное. А он мертвый духовно. Чтобы он научился это делать, ему нужно родиться свыше. Как он может родиться свыше? Во-первых, это один Господь дает. Только на него мы уповаем. Но мы точно знаем, он не родится свыше, не услышав Евангелие, которое рассказывает о том, как родиться свыше, которое ведет ко Христу. Поэтому, друзья мои, убедитесь в том, что в вашей семье есть место и время, когда вы ведете их ко Христу, рассказывайте о Христе. Я помню мой момент, моему сыну вот через пару недель 21 уже будет. Он большой парень, он крепкий паренек уже. Слава Богу, мы благодарим Господа, они приняли крещение, дочка с сыном вместе. Для нас было огромное переживание до этого страшное, и после этого огромное благословение. Вот я помню, как-то у меня был такой разговор с ним классный. Папа наставлял, мы там читали Писание, молились, каждое утро вставал перед школой, притчи, катахизисы, все эти вещи. И как-то я, помню, пришел вечером к нему, а он лежит и плачет. Пасаненком был еще. Я пришел, говорю, сынок, а что ты плачешь? Он мне говорит, папа, я не могу. Я понимаю, ты говоришь эти вещи, они правильные вещи. У меня не получается так, я не могу. И вы знаете, он мне правду сказал. Ириснок, вот для того и пришел Христос. Ты не можешь. Тебе нужно новое сердце, которое он даст. Иди к нему. Это правда. Они действительно не могут. Они мертвы духовные. Им нужно родиться свыше. И поэтому убедитесь, что когда вы живете, когда вы живете, наставляйте, говорите им об этом. Иоанна 3, 5, 7. И Иисус отвечал, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйтесь тому, что я сказал тебе. Должно вам родиться свыше. Понимаете? Мы же не просто говорим так, вот сейчас мы научим церкви, в воскресной школе, там первой группки, второй группки, в третьей группки, туда-сюда. Хотя слава Богу за то, что они делают, пусть их Бог благословит. Но мы можем научить их морали, и мы должны учить. Но она без Христа бессильна. Должно прийти возрождение. И мы на это надеемся. Ведите их ко Христу. Ведите их к Евангелию. Я вчера говорил, молитесь Евангелием. Я старался каждый раз, когда мы просыпаемся, молимся, чтобы Бог благословил на день. Мы обычно становились в круг, обнимемся. Я всегда начинал с того, Господи, я страшный грешник. Ты меня помиловал во Христе. Он умер за мои грехи. Он дал мне новую жизнь. Я благодарю Тебя. Господи, дай мне прожить для Тебя этот день. Даже в молитве сейте Евангелие. Сейте Евангелие. Или садитесь за столом. Господь, благодарим Тебя за этот хлеб, который Ты дал нам. Но больше всего мы благодарим Тебя за хлеб, который с небес сошел. Его вкушаем и живы. Понимаете? Мы можем много разных способов ввести туда, ко Христу и сказать, Сын, вот моя жизнь, в нем моя жизнь. Туда нужно ввести своих детей. Вот почему, возвращаясь к тексту, внушай детям Твоим, второзаконнейшие семь, говори о них, сидя в доме Твоем, идя дорогу и ложась и вставая. Кто-то хорошую фразу сказал. Ходите, общайтесь, и ходите с детьми на рыбалку сейчас, чтобы не охотиться за ними потом. Сто процентов. Потом будешь охотиться, а оно уже, фундамент заложен, идеологии мира, и уже очень тяжело. Итак, это первое, о чем мы говорили сегодня с вами. Первое, мы говорили об ответственности родителей. Это наша ответственность, воспитать их в учении, в доставлении Господнем. И мы просто перечислены наиболее острые темы нашей современности, на мой взгляд. Второе, что мы видим в этом тексте, это опасности, подстерегающие родителей. Нам сказано, повелено учить их, но здесь еще сказано об опасности отцовства. Смотрите, 3.21, Голосиным. Отцы, не раздражайте детей ваших, чтобы они не унывали. В воспитании детей есть две крайности. Первая крайность – это когда родители потакают детям во всем. Ой, какой же он умный, как же он-то! И вот все, что он делает, пускай он делает, и они не ограничивают его. И такие родители игнорируют текст. Помните, притча 29.15. «Розга и обличение дают мудрость, а отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери». Мы, наверное, тогда видим это в магазинах, в больших, в моллах. Дойдет ребенок, и он с матери веревки вьет. «А, я хочу!» «Упал на пол!» «А я хочу!» «А я не уйду!» И эта бедная мама уже, ей стыдно, как бы он замолчал. И тут был, улупить его хорошо, да, полиция заявит что-то, и она же не знает, что делать с этим ребенком. Она не научила его контролировать желание, потом он стыд делает. Но это еще так. Потом начинаются более страшные вещи. Это первая крайность, когда детям разрешают делать все, что они хотят. Но вторая есть крайность, это, ее называют, крайность железной руки. Это когда батя, прошу прощения, сказал, как отрезал, я сказал, «Служай меня!» взял, выпорол, накричал на него грубо, унизил его. «Слушай, батю!» я сказал. «У меня в семье было, и в моей семье так будет. Так должно быть!» И я знаю, я видел семьи, которые, я знаю, какими вырастают люди, дети в таких семьях. Это не решает ситуацию. Это решает проблему снаружи, но не снутри. Вот это слово «раздражать» в нашем тексте, оно буквально означает будоражить, провоцировать, раздражать или приводить в отчаяние. «Не раздражайте детей ваших» и дальше, дабы они не унывали. Вот это слово «унывали» оно передает идею терять смелость, терять присутствие духа. Оно также значит быть вялым, разочарованным или отчаявшимся. Если вы наблюдательны за жизнью, вот таких вот, у бати, у которого железный кулак, вырастают очень хлипкие дети, неуверенные в себе дети. Он раздавил их просто. Он раздавил их, их индивидуально всю просто стер железным кулаком своим. И это видно. Конструктивный подход состоит в том, чтобы не позволять им делать грех, но вместе с тем корректировать их поведение с любовью, ободрять их, поддерживать их детей. Родители могут раздражать своих детей несколькими способами. Первый способ – это расхождение слов и дел. Знаете, вот это расхождение слов и дел, родители учат, как правильно, а при этом сами этого не делают. Сколько видно таких? Так, сынок, а ну телефон, быстро убери телефон. Что ты там в этом телефоне без конца? А ну убери этот телефон. А сама мама там, она и в Инстаграм, и в Фейсбук, и там и все. Знаете, как некоторые смешно говорят, знаете, какой у современного человека самая развитая мышца? Знаете, какая? Палец вот этот, знаете, когда он этот телефон, вот этот телефон, он листает, это самая развитая, а сама мама везде там, и с этой, и с этой стороны. Не смотри, сынок, убери, тебе нужно книжки читать. А сам там. Это моя борьба. Это моя борьба. Знаете, мы приехали, нам тяжело эмоционально сейчас, и находится закрыться, просто убежать от проблем, просто посидеть. И это, в общем, я борюсь сейчас, и часто проигрываю, просто убрать в сторону, бежать к Богу, а не в телефон, бежать к Богу, а не в соцсети, потому что мои дети это видят. И кто-то сказал, дети – это маленькие обезьянки. Они просто вас повторят. Я благодарю Бога за своего отца. Он кое-что доброе сделал для меня в жизни. Но я видел очень много плохого в нем. Он много пил, иногда бил мать. Я видел это все в детстве, и смотрел на его отношение к жизни, к семье, и я рос, и я говорил себе, я вырасту, я не хочу быть, как мой отец. Я не хочу относиться к маме так. Я не хочу относиться к семье так, к жизни так. Я не хочу быть таким. Знаете что? Я очень часто до сих пор вижу, что я поступаю точно, как он. Я ненавижу это. А поступаю, как он. Есть вещи, когда дети просто подсознательно многие вещи копируют. Мне жена иногда говорит, смотри, ты сейчас точно как твой отец поступил. Меня же внутри будоражит после этого. Знаете, я не хочу так, я не хочу так. А потом отойду я по нему, я точно так поступил. Я ненавижу это. Но многие вещи мы впитываем подсознательно. Я не хочу так жить, но я видел модель поведения, и она подсознательно впиталась в меня. И я часто подсознательно, по умолчанию, начинаю именно так реагировать потом. Вот почему важен пример. Помните, сказано, люби Господа всей душой, всеми силами твоими, да будут заповеди в сердце твоем, а тогда внушай детям твоим. Вот это важный пример. Расхождение слова. И когда вы начинаете требовать от детей то, чего сами не делаете, они только раздражаются на вас. Они смотрят, вы просто лицемерите и заставляете их. Вы сами не хотите, а их заставляете. Это раздражение. Второе, как мы раздражаем своих детей, это грубость и унижение. Иногда родители, может, не на людях, но дома они просто внушают своим детям, что они нули просто. Ты ноль. Родители часто начинают необдуманно сравнивать своего ребенка не в его пользу с другими людьми, с ровесниками или одноклассниками. Ой, какой же умный мальчик. А ты у меня? Где, в кого ты такой пошел? А особенно, если это происходит в присутствии того человека или того, с кем сравнивают. Это просто убивает детей. Это просто их убивает. Многие родители вселяют детей чувство неполноценности, даже просто не желая их выслушивать. Он приходит к тебе, и ты заранее знаешь, ну что вот это тупоголовый, что он толково сказать может вообще? Да иди отсюда! Иди отсюда, не раздражай меня! Ничего не говорю! Слышать ничего не хочу! И ребенок растет с таким чувством, он понимает, что я не нужен ему. Я всегда не такой. Что бы я ни сделал, батя или мама, они не понимают этого. Им все равно. И это отдаляет его от родителей. И потом, когда родители приходят и начинают наставлять его, ну он пока, знаете, пока батя побить его, еще может будет держаться. А потом, когда уже сил больше, он скажет, да иди ты знаешь куда своими наставлениями. Он не уважает его, потому что сам отец своим отношением или мать, они оттолкнули давно, они потеряли отношения. Этим только они раздражают, раздражают своих детей. Родители должны наставлять своих детей. Но вместе с тем, дети должны знать, что родители их любят. Нам нужно обнимать своих детей. Нам нужно прижимать своих детей. Нам нужно говорить им, что мы их любим. Когда у них что-то получается, а у них часто получается, нам нужно сказать, сынок, дочка, ты молодец, Молодец, ты жду, у тебя хорошо получилось. Чтобы они знали, что папа не только негатив видит, он и доброе видит. А если один негатив, вы поразрушите все отношения, и ваши слова будут лишь раздражение вызывать у детей ваших. Третье. Мы раздражаем своих детей, когда ставим нереальные цели. Есть родители, которые ставят перед детьми настолько высокие цели, что ребенок реально понимает, что он никогда их не достигнет, и поэтому он всегда будет плохим и не таким, каким нужно. Так, чтобы в этом году, чтобы у тебя все были оценки по всем предметам. Но вы знаете, дети разными рождаются. Есть те, у кого это получается, а есть те, но каждого Бог обогатил по-разному. Вот не дано ему. И если вы будете ставить нереальные цели, это значит, что он всегда будет, знаете, там, Иванушка какой-то там, забитый там. И он тогда прекрасно понимает, ты ставишь нереальную цель, и он понимает, я всегда буду плохим и не таким для своих родителей. От таких родителей ребенок никогда не дождется похвалы или слов, что он молодец. Потому что таким родителям всегда мало, 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 лучше, лучше, сколько там можно. И ребенок вырастает в этой атмосфере. Он не будет вас слушать. Ваши слова будут его только раздражать, и все. И еще одно. Постоянная критика. Как мы можем раздражать детей своих? Расхождение слов и дел, грубость, унижение, нереальные цели, постоянная критика. Есть люди, которые, у них дар замечать все плохое. Не знаю, есть у вас так или нет. Мой друг Саня Калинский говорит, у нас в церкви, говорит, много бубуинов. Бубуинов. А не только бубу-бубу-бубу-бубу-бубу-бубу-бубу. Знаете, это бубуины там. Я не знаю, есть ли у вас бубуины, как бы да. Но надеюсь, что нет, хотя, к сожалению, их очень много. И, к сожалению, в себе часто бубуина этого встречаешь. Вот есть люди такие, которые ему такое ощущение, он вроде добродетель увидит. Вот ты скажи лучшую проповедь, он все равно заметит одно плохое слово. А вот там ты, можно было лучше. И вот ты знаешь, он идет, и ты знаешь, от него ничего хорошего уже никогда не скажешь. И, о, опять он идет. Ну, приходится смиряться, слушать. Но вот есть такие люди, у них сплошной негатив всегда во всем. Вот все он видит, и он все видит в плохом свете. Знаете, вот бочка меда, он ложку дегтя все равно, ну, всунет туда. А как мы на этих людей реагируем? Ну, первый раза два-три услышишь, потом, когда увидишь, что идешь, делаешь вид, что ты занят. Потом ты как-нибудь обойдешь его стороной. Потом, ой, извини, извини, давай завтра, сам думаешь, хотя бы он забыл завтра там все. И все эти маяки. Мы перестаем воспринимать вообще такого человека. Ну, нам нужно слушать критику, очень важно. И здорово, когда в церкви есть конструктивная критика. Когда пришел человек, и ты знаешь, что он любит тебя, и он заинтересован в тебе. И Бог дал мне последние 20 лет учить многих проповедников. И многие братья проповедовали, и мы сразу разбирали по косточкам все их проповеди. Первое, что мы делаем, мы всегда отметим, смотри, вот здесь классно. Вот это, ну ты молодец. Вот это здорово ты сделал. Смотри, вот здесь очень хорошо. А вот это можно подправить. Вот здесь можно вот так было лучше. И ты видишь, что человек способен тебя воспринять. А есть такие, которые все не так, без конца все не так. И, к сожалению, друзья, мы часто такими родителями становимся. Соседские дети. Ой, какие же нехорошие. Какие юпочки, какие хвостики. Ой, какие умные. Посмотри, он там выиграл. А ты у меня. А потом мы думаем, что не нас будут слушать, уважать. Да не будет. Если из наших уст одна непрестанная критика. Знаете, вот я эту фразу читал. Ребенок учится тому, среди чего он живет. И если он живет в атмосфере с замечаний и упреком, он научится осуждать и искать ошибки у других. Мало того, что он сам не будет развиваться, и вы отношения разрушите. Он сам потом таким станет, как вы. А потом он вас будет пилить всю старость, как вы его в детстве. Что ты тут лапти свои поставишь? А ну убери туда. Фу, что тебя там воняет в комнате здесь? Ты что, поубирать не можешь здесь в конце концов? Что у тебя зубы гнилые такие? Пойди к зубному, сходи потом. И он начнет это делать с вами потом. И это страшно. Вообще, когда мы пожинаем то, что мы сами посеяли, это очень страшно. И ты рот не можешь открыть, потому что ты знаешь, ты сам заслужил это. Я сам это посеял, а теперь жну. Это страшная вещь. Так вот, если мы так ведем себя, мы просто раздражаем детей своих. Мы не научим их ничего. Наши отношения разрушатся. Вот почему апостол Павел здесь говорит нам. Очень важны отцы, родители. Наставляйте в учении Господне, но не раздражайте детей ваших, чтобы они не унывали. Мы можем привести их к этому. Итак, мы посмотрели сегодня, вот это еще один текст, очередной текст. Спасибо вам, вы очень терпеливые слушатели. Терпеливые слушатели, да. Мы к концу заходим. Мы говорили о Христе, о нашем положении, о нашей борьбе, о как мы можем побеждать в нем, о наших отношениях друг с другом. И вот теперь о наших семейных отношениях. Я думаю, что, говоря о наших отношениях с детьми, нам всем есть чем каяться. И нам надо это сегодня сделать. Радостная вещь состоит в том, что и это нам во Христе прощено. Он все равно нас любит и принимает, несмотря на весь ужас жизни нашей. Благодаря Его верности мы все равно святые и верные в нем. Поэтому нужно идти к Нему, не надо представлять из себя, не надо казаться, надо идти к Нему всегда таким, как и есть, потому что, знаешь, Отец меня все равно принимает ради Христа. Но, с другой стороны, нам нужно это прожать своим детям. Наставляйте их. Научите их этому. Иначе мир уничтожит их жизнь, и через них и вашу жизнь будет отравлять. И сделайте это, друзья, верно, с любовью, без раздражения. Молюсь о том, чтобы Дух Святой вот эти слова применил в жизни каждого из нас, в вашей жизни. Вы знаете свою ситуацию. Если вы видите, что Божий Дух обличает вас в чем-то, покайтесь в этом сегодня. Вы можете по-другому жить благодаря Христу. Знаете, вот, нам нужно, для того, чтобы расти, нам нужно признавать, где мы промахиваемся. Нам нужно называть эти грехи своими именами. Признавать, что мы виноваты в них. А затем идти с ними ко Христу, где ты снова получаешь прощение и жить, и силу жить по-новому. Признайте, назовите своим именем, идите к Нему, ко Христу. Он все равно воспримет, и Он даст силы жить по-новому. Давайте помолимся с вами. Отец Небесный, я иду к тебе не потому, что у меня что-то есть, во многих сферах я банкрот. Не глядываясь на свою жизнь, Господи, сколько я вижу там грехов и раздражений в отношении своих детей. скука я старого барахла из своей семьи. Семьи моих родителей принес свою семью и тем отравлял атмосферу. прости меня, Господи. Благодарю тебе, что ты мне еще дочурку одну дал и даешь еще второй шанс попробовать по-другому, попробовать так, как Слово Твое говорит. Господи, прости меня. Я молю тебя за всех родителей, собранных здесь. Благодарим тебя, что это было прекрасное время поразмышлять об истине Твоей святой. Господь, ты знаешь наши нужды, ты знаешь наши промахи, а их огромное количество. Но мы все равно идем к тебе. Мы все равно идем к тебе, Господи, потому что знаем, не ради наших дел ты нас принимаешь. Мы достойны быть в аду, но мы знаем, мы не будем там, потому что у нас есть Христос. И ты все равно нас любишь и принимаешь. И ты тот же нежный Отец, который прижимаешь нас к груди. И мы по-прежнему святы при тобой благодаря Сыну Твоему Христу. Господи, беда у нас здесь. Исцели. Помоги нам. Дай нам сказать самим нет там, где нужно. Дай не брать ту работу лишнюю, которая не нужна нам. Если нужно, научи нас жить скромнее, но иметь время для детей своих. Дай, Господи, благодати нам понимать, что это важно, это ценно, и передать им в любви Твою истину. Прости нас за грубость, прости нас за раздражение. Прости нас, Господи, что мы иногда железной рукой пытаемся ломать детей своих. Прости нас за дурной пример, который порой сами оказывают. Господи, исцели нас. Ты сделал нас новыми. Мы можем снять эти старые одежды и выбросить их, потому что мы новые во Христе. Дай же, Господи, их выбросить. Обнови нас. Духом Твоим Святым дай нам жить по-новому, так, чтобы Ты, наш драгоценный Христос, был прославлен в нашей жизни, в наших душах, в отношениях к женам и в отношениях к нашим дорогим детям. Просим Тебя об этом для Твоей славы. Ради Иисуса Христа. Аминь. Аминь.